Динамовцы В первый рабочий день нагружать хоккеистов не принято, поэтому после сбора на базе в Новогорске игроки московского Динамо отправились на стадион «Зоркий», чтобы уже в третий раз в этом сезоне провести тренировку в формате хоккея с мячом. Сегодня наконец собрались, соскучились все друг подружки, 10 дней отдыхали после последней игры, поиграли в «Бенди», уже классика наша, по-моему, то, что мы после выходных таких ездим, восстанавливаемся на хоккей с мячом, хорошая погода, снежок. Игроки за 10 дней отдыха соскучились по льду. Несмотря на непрекращающийся снегопад, играли с азартом, и каждая из команд стремилась именно к победе. Очевидно, отпуск позади, а впереди большой объем работы. Пару дней здесь мы покатаемся, потом два дня по группе у нас будут медотследования, и потом, я так понимаю, на сборы в Чехию. Хорошее настроение, рабочее, все как всегда, все настраиваются на предстоящие игры, будем вкладываться на тренировку, готовимся. А вот где пауза не предусмотрена, так это в молодежной хоккейной лиге. Здесь у нашей команды наступила пара самых важных матчей, поэтому Александр Петунин, Артем Волков и Егор Зайцев вместо отдыха отправились в Балашиху, где провели несколько игр в составе молодежной команды. Кстати, последние матчи команда Александра Журика провела против русских Витязей. В первой встрече выиграли 2-1, а во второй уступили со счетом 0-2. Но, учитывая календарь, динамовцы сохраняют шансы на попадание в восьмерку. Не получилось забить, хотя были очень опасные моменты. Где-то в обороне сыграли плохо, пропустили достаточно быстрый гол. В общем-то, все хорошо, бились, старались, давили, создавали. Где-то не повезло опять же. Готовимся к выездной серии. После выезда на Дальний Восток у нашей команды остается всего два домашних матча. Так что, пользуясь случаем, приглашаем динамовских болельщиков в Балашиху 20 и 21 февраля. Несмотря на старт Олимпийских игр, территория Динамо продолжается. И на этот раз у нас есть возможность поговорить не только о хоккее, но и о том, что окружает нашу команду. Сегодня общаемся с исполнительным директором хоккейного клуба «Динамо Москва» Андреем Каштановым. Андрей Александрович, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Ну и первое, что хочется у вас спросить, каким получился для вас текущий сезон? Насколько сложным, насколько трудным? Справились ли вы со всеми трудностями, которые были? Вы знаете, текущий сезон сложился достаточно сложно. Но, тем не менее, все наше подразделение, которое отвечает за административно-хозяйственную жизнь клуба, в принципе, достойно справилось. Самая большая проблема, которая возникла, и вы с ней справились? Вообще, в административно-хозяйственной работе, и в том числе в административно-хозяйственной работе в хоккейном клубе, нет каких-то задач, которые очень важные или не очень важные. Все задачи, которые стоят перед хоккейным клубом, их необходимо решать. Нельзя сегодня что-то сделать, а завтра что-то не сделать, потому что в итоге та или иная хозяйственная подготовка отражается на игре команды. Поэтому все наше подразделение с задачами, которые были в этом сезоне, справилось, все задачи решены. Спасибо коллективу нашему, в том числе. Один из самых насущных вопросов сегодня – это, где будет играть московская «Динамо» в случае выхода в плей-офф и попадания на седьмое место. Есть слухи о том, что мы выезжаем за МКАД в Подмосковье куда-то, нет? Вы знаете, нет, это неправда, потому что достаточно наши болельщики и спортсмены натерпелись и в предсезонке. Поэтому, естественно, и обязательно наш клуб останется играть в рамках проведения игр-плей-офф в городе Москва, поскольку мы «Динамо» Москва. Рассматриваются в том числе и старые добрые лужники. Поэтому, да, конечно, останемся в Москве. Еще один вопрос о бытовых условиях нашей команды. По ходу этого сезона появлялись разные слухи, неоднозначные, о том, что на какие-то матчи приходилось летать рейсами самолетов Як-42, не хватало питания в гостиницах, даже говорили о том, что не хватает хоккеистам клюшек. Правда ли все это? Странные спекуляции на тему вообще хозяйственно-бытового обслуживания команды, потому что, ну, взять, к примеру, любой производственно-хозяйственная деятельность связана с выбором того или иного поставщика. Поэтому, безусловно, касаясь, допустим, авиационных перелетов в этом сезоне нашей команды, проводилась работа. Выбирался партнер по авиаперевозкам из нескольких, так сказать, авиаперевозчиков. С тем или иными авиаперевозчиками проводились переговоры и контрольные перелеты. И, в конце концов, был заключен договор с, наверное, одним из самых лучших авиаперевозчиков именно с точки зрения обеспечения чартерных рейсов. И надеемся, что будем работать с ними же и в следующем сезоне. Совершенно комфортная, отличная компания. Естественно, если планово переходить к работе гостиничных комплексов, которые обслуживали нашу команду, персонал команды следит за питанием. Это и доктора, это и представители тренерского штаба. Я сам неоднократно вылетал на контрольные мероприятия. У спортсменов сейчас полностью качественное обслуживание и на местах, и дома в Москве. И с клюшковой проблем нет? Каждый хоккеист. У нас сейчас и команда молодая, и произошло обновление состава. И хоккеист и на протяжении сезона, и на предсезонной подготовке подбирает для себя тот или иной инструмент. И в первую очередь, это, конечно же, клюшка, которыми они должны забивать победные галы. И спортсмены молодые пробовали себя, меняли партнеров по приобретению клюшек. Тут же небезызвестно, что клюшка по спецзаказу, она изготавливается какое-то время, до 60 дней. И после того, как спортсмен определяется с поставщиком той или иной клюшки, ее все параметры фиксируются, и она отправляется на производство. Поэтому там около двух месяцев спортсмен играет теми клюшками, которые есть. Они, безусловно, тоже из топовой линейки производителей, безусловно, максимально подходят под те задачи, которые спортсмен ставит. Но если это называть отсутствием клюшки, то... Сейчас, пока пауза на Олимпийские игры, наша команда улетела в Чехию на сборы. Можете рассказать, почему выбрали именно Чехию и каков там план работы? Чехия была выбрана не случайно, потому что это страна с богатейшей хоккейной историей, с отличной хоккейной инфраструктурой, которая позволяет в полной мере проявить тренерский замысел по подготовке нашей команды к играм плей-офф. Безусловно, смена обстановки должна позитивно повлиять на состояние спортсменов. По задумке тренерского штаба планируются серьезные качественные сборы, серьезный тренировочный процесс. Интересные задумки, но уже не буду раскрывать всех тайн. Среди прочего, намечены две товарищеские игры с хоккейными клубами «Хомутов» и «Пражская Спарта». По прилету команда займется уже плановой подготовкой к нашему серьезному матчу со «Спартаком». И к играм плей-офф. Касательно «Спартака». Остался один матч регулярки именно против наших, не хочу назвать их, заклятыми врагами, но очень принципиальных соперников. У вас какое отношение к московскому дерби? Для вас оно является чем-то, что выходит за рамки обычного матча регулярного чемпионата? Что-то для вас есть? «Динамо-Спартак» какой-то? Безусловно, и сама по себе игра «Динамо-Спартак», и уж тем более в контексте текущего сезона, игра одна из самых принципиальных, она вообще последняя у нас в регулярном чемпионате, и от нее многое зависит. И, с одной стороны, напряженно мы ждем эту игру, потому что нам обязательно нужно выигрывать, обязательно получать три очка. И, с другой стороны, мы с большим интересом ожидаем эту игру, потому что это, безусловно, украшение чемпионата, это украшение вообще хоккея как игры, потому что должна произойти красивая игра. Я, конечно, надеюсь на нашу победу, но, так или иначе, игра будет красивой, это мы все ждем и обещаем. Ну и, разумеется, тема, которая ближе к лету будет подниматься все чаще – возможен ли переезд «Московского «Динамо» в Петровский парк?» В какой стадии сейчас переговоры ведутся ли они вообще? В настоящий момент времени ведется переговоры, в том числе и нашими сотрудниками коммерческого отдела с представителями «Арены Петровский парк». Сравниваются совершенно прагматичные вещи – это условия, это стоимость, в первую очередь, это какие-то другие вещи договорные, которые повлияют, в том числе, на принятие решений по переезду. Потому что переезда ранее переезда, скорее всего, не будет. Будем четко и грамотно взвешивать те или иные существенные условия, которые есть сегодня на рынке по предоставлению подобного рода услуг – аренды спортивного сооружения, как хоккейная арена. А что касается молодежной команды из «Дюшор», они последуют за основной командой? Безусловно, в комплексе рассматриваем, как и где будут играть и молодежная команда, и тренироваться воспитанники детской спортивной школы. Все будет решено до начала следующего сезона, не беспокойтесь. Ну и последнее. Начались Олимпийские игры, наша команда отправилась в Корею без флага и гимна. Какое у вас отношение к тому, что происходит в российском спорте сейчас? Безусловно, мне очень горько и обидно за наших спортсменов, в первую очередь, о том, что в спорт вмешалась политика и о том, что наши спортсмены едут выступать без флага и гимна. Ожидаем от них жестких побед, потому что люди, которые едут с нормальным спортивным узлом на такое мероприятие, они должны проявить себя, потому что спорт, он вне политики и вне государств. Они должны приехать и показать себя с самой лучшей стороны и привезти оттуда как можно больше медалей, и в том числе наша хоккейная сборная, потому что мы все за хоккей. Спасибо вам, Андрей Александрович, за то, что согласились на это интервью. Надеемся, все получится. Спасибо большое. Всего доброго. Ну а в продолжение олимпийской темы небольшое, но содержательное интервью Ивана Скобрева. У нашей команды осталась всего одна игра в регулярном чемпионате, но готовиться к ней необходимо так, будто она последняя в жизни. 1 марта в Москве в матче со Спартаком мы получим ответ на главный вопрос. Выходит ли «Динамо» в розыгрыш Кубка Гагарина? Все силы брошены на выполнение этой задачи. Отдельное спасибо руководству, что прислушивались к пожеланию главного тренера, тренерского штаба. То, что необходимо нам выехать было из Москвы, чтобы подготовиться непосредственно к заключительной игре этого регулярного чемпионата и, надеюсь, конечно, к плей-офф. Поэтому поедем в Чехию, уже составлен план. Довольно-таки непросто будет ребятам там с точки зрения тренировочного процесса, потому что будет по 3-4 тренировки, независимо от дня и, собственно говоря, недели и времени, потому что планируется определенная работа, где она будет утром, потом будет ледовая часть, потом перерыв, и опять будет сухая часть, и опять ледовая. Кстати, Ивана Скобрева можно поздравить. Его, как и многих других выдающихся российских спортсменов, обвиненных в употреблении допинга и пожизненно отстраненных от Олимпийских игр, полностью оправдал спортивный арбитражный суд. С одной стороны, вроде бы, эта история закончилась. Я опять имею и, в принципе, не отбирал у меня тех титулов, которые у меня были, но сам факт, что сейчас я не запятнан в том, что когда-либо употреблял бетлинг. Но сейчас МОК дает свой же комментарий по поводу того, что это пререгатива МОК приглашать, не приглашать на Олимпиаду спортсменов или аккредитованных специалистов. Ну и хочется сейчас, знаете, в первую очередь, пожелать ребятам, которые до сих пор находятся в процессе вроде бы оправдания арбитражным судом, но еще не допуском МОК, чтобы они продолжали тренироваться, готовиться и выступить достойно в нашей Олимпиаде. История с нашими олимпийцами неоднозначно по многим критериям, и говорить на эту тему будут еще долго. Но в любом случае, игры в Корее уже стартовали, и мы будем поддерживать олимпийских атлетов из России. Пусть без флага и гимна, но это наша национальная сборная. То, как ребята смогут настроиться, вы знаете, порой бывает, что когда хуже, оно даже лучше. Поэтому, может быть, даже это поможет нам где-то мобилизироваться, найти в себе дополнительные резервы, чтобы назло, скажем так, врагу показать свои лучшие результаты, лучшие выступления, лучшие секунды, лучшие игры. На этом очередной выпуск территории «Динамо» завершен. Продолжаем следить за нашей командой и о самом интересном расскажем ровно через две недели. Ходите на хоккей, поддерживайте свою команду. Редактор субтитров А.Семкин